Короче, Жаргалма, Настя, Алтана и Лера сегодня очень сильно заняты, поэтому выпуску лайф сегодня буду снимать я, так что не судите строго, о чем будем говорить, конечно же, о 8 марта. Пацаны, 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 пацаны! Не уходите, помощь, помощь нужна ваша. Что нужно подарить девушке, чтобы точно понравилось? Не знаю, я даже, не знаете, я сам ищу. Если историю вкопнуть, а за этого праздника, он совсем не женский праздник. Мне кажется, что слишком многое требует от нас. Не знаю, если подарить на 23 февраля, то можно подарить. Нет, я просто, я хотела чуть-чуть, а я начала, начала, еще, 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 и так, х**, переборщила снова. Это что, лайф? Мы тут про 8 марта сюжет делаем, вот, и мой парень ничего не придумал, подарка у него нет, не знает, что делать. Да, мы с ним об этом поговорим. Куртизанки, они вышли на протесты в свое время. А почему они вышли на протесты? Потому что вырезали зарплаты морякам, а моряки были основные клиенты куртизанок. А вот вообще, вам не кажется, что 8 марта должно быть каждый день, а не раз в году? Ну, сильно много будет. Сильно много? У нас и так почти матриархат. Потом вообще задаем мужиков. Не умею я, короче, как ты, к людям докапываться. Я не докапываюсь. Все-таки ситуация, коронавирус подействовал у нас довольно-таки ужасно. Да. Лишний конфликт масок не помешает, да, никому. Да, лишний конфликт масок все-таки, ну и, честно... Прокладки. Сейчас я красивый, можно подожди? Ну и, в общем... Дукар, ладь. Что девушкам приятнее? Соответственно, такие праздники, это семейные праздники. В кругу семьи, вот, обязательно подарки прекрасному полу. Животное домашнее какое-нибудь? Домашнее животное, Макс. Я своей жене из небанального хочу подарить третьего ребенка. Или она мне его будет дарить, мы еще не определились. Целый день провести вместе. Я не фото егидыч, я еще в розыск. Хотим узнать универсальный подарок, который подойдет любой женщине. Есть? Сходи и думай. Пару слов не скажете? Ничего не скажу. Ладно, пока мне все отказывают, вот победитель нашего прошлого выпуска. Этот комментарий набрал больше всего лайков. Напишите нам в директ и получите приз от Йоби до Йоби. А мы идем дальше. Что-то понимаете здесь? Что и что? Здесь. Я, если мужской, и там мне почти ничего не понимаешь, а в женском, то совсем. Поэтому сертификатор. Поэтому сертификатор. Подарю. Девушка сама разбирается. Если, допустим, он захочет креативность проявить, что он понимает свою женщину и купит что-то определенное, лучше рисковать ей не стоит? Не стоит. Это полный провал. И каждый день должны быть дорогие подарки? Да. Это же обязательно должно быть? Да, конечно. От всей души, от всего сердца, я не знаю, что-нибудь своими руками сделаю. Самое главное – это внимание и забота. Не важно, какие бы были подарки, материальные, нематериальные. Для меня это вообще все шелуха. Будь айфон 12, 15, AirPods, хоть что. Что, планерка типа, да? Или что? Это не планерка, это улайк. А есть ли такое, что действительно мужчины в все время очень редко что-то дарят, приятное делают? Ну, это месть за 23 февраля. Что подарить женщине на 8 марта? Не знаю. Вот такие у нас мужики. А, цветы. Ты знаешь, какие любимые? Да, пионы. Вот будьте как Чингис, готовьте подарок заранее. Сейчас она рубрику мне отобрала. Я простила. Вместе съездить на лошадях покататься, какое-то свидание романтическое устроить. Я считаю, что это уже устоявшийся стереотип, что нужно что-то дарить. Если дарит, значит любит. На самом деле, вот по-моему, любить нужно не за что-то, а просто так. Так, будьте мужиками, в конце концов, не плачьте, будьте мужиками, будьте все-таки женщиной. Да, вот так вот. То, что нет романтиков, это все ложь и неправда. Каждый парень по-своему романтик. Вот эта позиция, когда мужчина должен преклонять колено перед женщиной и восхищаться тем, что она просто есть, это очень хорошо. Желаю вам, девушки, больше терпения к нам, к козлам-мужчинам. Девушки, как эти, как вороны, они на все красиво прыгают, так и здесь. Если красиво все обустраивать, делать по жизни, то и девушки будут так же, соответственно, относиться к тебе. Спасибо вам за то, что вы у нас есть. Прекрасные слова, просто потрясающие. Они такие, боже. Моя телка. Ну, как-то так. А что думаете вы про 8 марта? Обязательно пишите комментарии под этим выпуском. И самый залайканный из них получит приз от нашего партнера Йобида Йоби. Ну и напоследок я хочу поздравить свою любимую маму Гульнару, бабушку Зинаиду и девушку Свету с этим праздником. Благодаря вам я тот, кто я есть. С вами был Ченгис Ачиров, Максим Перевяков, телекомпания АТВ.